Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Вера без дел мертва. Вера, за которой не следует действие, что люди, планирующие бизнес, но так его никогда и не начинающие, они часами разговаривают о бизнесе, говорят, я сделаю то и это, но так никогда ничего и не делают. Многие люди говорят о вере, потому что вера важна, нам нужна вера, но цикл веры не завершен, пока за ней не последовали действия. Действия приносят результаты. Не вера достигает результатов, а действия по вере достигают результатов. Аминь. Аллилуйя. Десять прокаженных остановились вдали и воззвали к Иисусу, чтобы Он исцелил их. Помните? Помилуй нас. И что Он сделал? Он сказал, пойдите, покажитесь священникам. Он не сказал, а у вас много веры. Чувствуете ли вы, что у вас много веры? Потому что у вас не все части тела на месте, так чтобы вы знали. Надеюсь, у вас много веры. Он даже не говорил с ними об их вере. Он даже не упомянул их веру. Знаете, что Он сказал? Идите, действуйте. Идите, действуйте. Идите, действуйте. Он не заговорил об их вере. Он заговорил об их действиях. Он сказал, пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, заметьте, никогда они во всем разобрались, потому что это было нелогично. Они уходили от него все еще с проказой, а с ней у священника им делать было нечего, потому что им было запрещено быть на людях. А он сказал, пойдите, покажитесь священникам. Он не сказал им, во что верить, он сказал им, что делать. У них хватало веры. Уже то, что они воззвали, помилуй нас, указывает на их ожидания. Так? И он говорит, хорошо, у вас есть ожидания. Теперь я говорю вам действовать согласно вашим ожиданиям. Ведь вы взывали о милости, потому что ожидаете ее. Они говорили, помилуй нас. Это и была их вера, их ожидания, но у них все еще была проказа. Так что же он говорит? Вам не достает действия. Идите, действуйте. И он сказал им, как действовать. Позвольте Духу вести вас в ваших действиях. Он укажет, какие действия вам предпринять в соответствии с вашей мерой веры. И иногда нам хочется действовать, когда мы чувствуем себя безопасно. Но Дух Святой поведет вас действовать, когда вы чувствуете, что у вас почва уходит из-под ног. Так? Дух Святой поведет вас на передовую веры, а не в тыл. Плоти нравится сидеть в тылу, чтобы ни за что не браться. Но Дух Святой укажет вам, как действовать. И вы скажете, ты уверен? Я знаю, что ты Бог, но... Бывает, Он ведет вас сделать что-то настолько большое, что у вас от этого умно бекрень. Я вам гарантирую, что у этих прокаженных почва ушла из-под ног. Что ты имеешь в виду пойти показать себя священникам? Ты что, шутишь? Выйдем на леди, нас побьют камнями. Он просто сказал им, какие действия предпринять. И, к счастью, они не отговорили себя от этих действий. Если вы отговариваете себя от действий, ваша вера мертва. Потому что вера без дел мертва. Но воскрешайте мертвых. Воскрешайте мертвых. Я думаю, с каждым из нас бывало, что мы позволяли своей вере заснуть. Так? Оживите веру. Оживите. Как? Действуйте, действуйте, действуйте. Делайте что-то. Делайте. Вам не нужно подрывать свою жизнь, ставя ее под удар. Но всегда найдется действие, которое вы можете предпринять. Возгрейте себя. Приведите свою веру в движение. Аминь. Итак, Он указал им, что делать. И действуя согласно тому, что Он сказал, они исцелились. Аминь. Они получили ответ. Почему? Недостаточно было верить, что для них есть милость. К ожиданиям нужно было прибавить действие. Нам всем дана мера веры. Помните, мы об этом говорили? Каждому из вас была дана мера веры при рождении свыше. Действуйте согласно ей. Действуйте. Вы скажете, а что это за мера? Я верю, что это мера семени. Потому что семя растет. И наше дело взращивать свою веру. А по мере роста веры должны расти наши действия. Наши дела должны расти. Должно быть больше актов веры в нашей жизни. Аминь. Как я уже говорила, советуйтесь с Духом Божьим. Позвольте Ему руководить вашими действиями. Помню, много лет назад, мне было 20 с небольшим, и врачи сказали, что мне придется принимать определенные лекарства. А я себе вбила, что принимать лекарства значит сомневаться в Боге. А сомневаясь в Боге, я не смогу исцелиться. Видите, мы строим какие-то свои доводы, и дьявол использует наши хорошие намерения, чтобы сделать нам подножку. И я изводила сама себя по поводу употребления лекарств. Я мучилась, я волновалась, была на взводе. И тут Дух Святой сказал мне, принимай лекарства, и пока принимаешь лекарства, питай свою веру. И я скажу тебе, когда перестать их пить. Я так и сделала. И около трех месяцев, каждый день, каждый день, я читала Писание, я питала свою веру. Мне достаточно верить в исцеление, нужно питаться исцелением. Недостаточно в Него верить. Тут многие заблуждаются. Они говорят, я верю в исцеление. Да, но вам нужно питаться словом об исцелении. Слово Его – здравие для всего нашего тела. Недостаточно верить в исцеление. Нужно питаться словом, которое является здравием для тела. Вот что Он сказал мне, принимай лекарства, но одновременно питай свою веру. Позвольте сказать, Богу не угодно не то, что мы принимаем лекарства. Богу не угодно, если мы принимаем лекарства, а веру совсем не питаем. Три месяца я ежедневно питала веру, питала веру, цитировала места Писания об исцелении, размышляла о них, провозглашала их над Своим телом. И спустя три месяца Дух Святой сказал, теперь можешь оставить лекарства. Я перестала их принимать без какого-либо вреда. Все прошло. Почему? Потому что Дух Святой ведет нас. Это не рискованно, вот что я пытаюсь сказать. В действиях, по вере, нет ничего рискованного. Аминь. Дух Святой укажет вам, как действовать. Поэтому важно всегда прислушиваться. Вы скажете, но Дух Святой не сказал мне, как действовать. Тогда что кажется правильным вашему сердцу? С чем согласен ваш Дух? Насчет чего у вас мир? Если у вас нет мира, не делайте этого. Я говорю о мире в Духе. Ваша голова может закатить вам истерику даже при наличии мира в Духе. Следуйте за миром в Духе. И делайте то, насчет чего у вас мир в Духе. Аминь. Итак, Иисус сказал десяти прокаженным, как действовать. И многим другим Он говорил, что делать. Человеку с иссохшей рукой Он сказал, протяни руку твою. И сказано, Он протянул и стала рука Его здорова. Не сказано, Он исцелился и протянул руку. Сказано, Он протянул ее и исцелился. Обратите внимание, ваше чудо ждет вашего движения. Ваше чудо ждет ваших действий. Многие люди не получают нужное им чудо, потому что ждут, чтобы чудо заявилось само, без их действий. Сила выходит навстречу движению. Движению веры. Как я уже говорила, то, что вы верите в исцеление, не значит, что вам нужно выбросить лекарства. Не значит, что вам нельзя обращаться к врачу. Это значит, например, верить в то, что сегодня у вас будет меньше боли, чем вчера. Верить, что сегодня ваша рука будет более способна двигаться. Шевелите ею и говорите, больше движения сегодня, больше. Моя рука сегодня поднимается выше, чем вчера. Свою ногу, свое колено я сегодня могу поднять выше, чем вчера. Видите, это действия. Небольшие действия, которые мы можем предпринимать каждый день. Действия как образ жизни. Действия как образ жизни. Какие действия вы можете предпринять? И еще, есть ли у вас список того, о чем вы верите Богу? Есть? Возможно, вы что-то записали. Может быть, то, что вы провозглашаете, исповедуете. Напишите напротив, какие действия вы предпринимаете. Прямо напротив, какие действия вы можете предпринять. Демонстрирующие вашу веру в это. Приводящие вашу веру в движение. Не чтобы доказать, что у вас есть вера, но чтобы привести вашу веру в движение. Аминь. Потому что если вы не действуете, не важно, что вы верите. Вы понимаете? Если вы не действуете, неважно, что вы верите, потому что одно верование ничего не даст. Ваше верование должно проявляться в действиях. Слава Господу! Проблема в том, что так часто люди раздумывают вместо того, чтобы действовать. Они пытаются разобраться. Вместо того, чтобы просто действовать, просто делать. Я разговаривала с нашими студентами, потому что у большинства людей есть проблема с откладыванием. Так? Знаете, почему мы все откладываем? Мы размышляем, прежде чем действовать. И размышление парализует действие. Не так ли? Как избавиться от откладывания? Перестаньте размышлять. Просто встаньте и сделайте. Вы знаете, что вам нужно что-то сделать сегодня? Просто встаньте и сделайте. Перестаньте думать. Ну, я сделаю это завтра. Ничего не сдвигается с мертвой точки, потому что вы об этом думаете. Вы думаете. Я сказала студентам нашей библейской школы, не уходите из дома, не заправив кровать. Заправить ли мне ее сейчас или когда вернусь? Встаньте и заправьте. Перестаньте об этом думать. Перестаньте думать. Просто встаньте с кровати, повернитесь и заправьте ее, не думая. Именно во время раздумий вы отходите от действий. Декан Грейвс делился свидетельством. Когда он был в библейской школе Папы Хегена, у него был учитель, который перед тем, как преподавать в школе Рэма, был пастором. И он учил студентов важности повиновения Богу. Он рассказывал, что в его церкви была одна семья, и глава семейства попал в аварию и умер. Пастор был на пути в больницу, когда констатировали смерть. Когда же он пришел, мужчина уже был покрыт простыней. Но когда пастор входил в палату, он услышал слово от Господа. «Говори к нему, воскреси его из мертвых». Бог сказал ему воскресить этого человека из мертвых. Но он начал думать. Точно так же, как вы, точно так же, как все. И человеческая, земная сторона включилась, и он начал думать. И, размышляя, он отговорил себя от действий. И он не сделал этого. Немного позже приехала жена пастора. Она выяснила, в какой он палате, вошла и сказала, «По пути сюда Бог сказал мне сказать тебе, говори к нему, воскреси его из мертвых». И пастор порассуждал с ней точно так же, как с самим собой. И в конечном итоге утихомирил ее. Так что она сказала, «Хорошо, наверное, нам не следует этого делать». Почему? Потому что он задумался об этом. То, о чем вы думаете, вы не получите. У вас будет то, ради чего вы действуете. То, о чем вы думаете, вы не сможете получить, потому что ваши размышления отговорят вас от действий. Просто действуйте. Итак, он отговорил себя от того, чтобы служить и воскресить мертвого. Вы спросите, и мог бы он воскресить его из мертвых? Помните, что Иисус сказал? «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте». Он сказал воскрешать мертвых. Раз он сказал, что они могут воскрешать мертвых, и вы можете воскрешать мертвых, но вам нужно водительство Духа. И Дух вел этого пастора, но он отговорил себя от этого. Почему? Потому что у него не было привычки действовать. Он привык думать. Если вы хотите следовать за Богом и повиноваться Ему, вам нельзя иметь привычку думать. Вам нужна привычка действовать так, как он говорит. Делайте, что он говорит. Делайте. Потому что у вас всегда найдется причина не действовать. Дьявол предоставит вашему уму великолепный довод, почему вам не нужно начинать этот бизнес, почему у вас не должно быть того или этого. Действуйте сегодня и скажите, хватит думать, когда пришло время действовать. Хватит думать, когда пришло время действовать. Я не говорю о бездумных действиях. Я не говорю о сумасбродстве. Вы понимаете? Я говорю о том, что размышления не заменят действий. Когда настало время действовать, перестаньте думать. И когда вы в сердце знаете, какие действия необходимо предпринять, не сидите и не занимайтесь расчетами и обсуждениями с людьми. Просто делайте то, что на сердце. Аминь. Вот что угодно Богу. Вера, которая действует. Действующая вера. Итак, этот пастор не послужил и не воскресил того человека из мертвых, а провел его похороны. На следующее воскресенье жена этого человека и его маленькие дети сидели на первом ряду. И каждый раз, когда пастор выходил проповедовать, он вспоминал, что ослушался Бога. Почему? Потому что он думал вместо того, чтобы действовать. Часто то, что Бог говорит вам сделать, звучит нелогично. Даже не пытайтесь в этом разобраться. Аминь. Декан Грейвс рассказывал, этот учитель стоял перед студентами со слезами на лице. О своем непослушании он никогда не забывал. Нет, вам не нужно терзаться и мучиться. Мы все бывали непослушными. Но я не хочу идти по жизни, сожалея о том, что я не сделала. Вера – это действие. Это не просто мечта, которую вы записали на бумаге в качестве целей. Недостаточно иметь блокнот, полный целей. Целей веры. Нужны действия веры для этих целей. Действия веры. Действия веры. Питайтесь и действуйте. Питайтесь и действуйте. Не забывайте, что цикл веры – это наполнится и выложится в действии. Стоя перед студентами со слезами на лице, учитель школы Рэма сказал, «Всегда повинуйтесь Богу, потому что есть цена за неповиновение Богу». Аминь. Всегда действуйте. Всегда действуйте. Всегда действуйте. Недостаточно размахивать своей верой. Недостаточно иметь начальную меру веры. Недостаточно иметь растущую меру веры, если нет действий. Вера – это действие. Аминь. Аллилуйя. Когда Петр увидел Иисуса, идущего по воде, он сказал, «Господи, если это Ты, повели мне прийти». Иисус сказал, «Иди». И Петр действовал, так? Он поступил по словам Иисуса. Это не было логично. Это нелогично. Как это я вылезу из лодки и пойду? Но Он сделал это. Он действовал, не пытаясь разобраться. Проблема в том, что потом, на полпути, Он начал разбираться. Начав действовать, потом не включайте свой ум. Не поворачивайте ключ зажигания там, наверху. Просто продолжайте действовать. Просто продолжайте действовать. Дело было не в воде. Там сказано, начав утопать, Он закричал, «Господи, спаси меня, и Он спас». Там сказано, Он начал утопать. Но не в воде. Не в воде Он тонул, а в собственном мышлении. Его собственное мышление тянуло Его вниз. Почему? Потому что Он начал думать и перестал действовать. Если бы Он просто продолжил идти. Иисус ведь сказал, «иди». Так что пока Он действовал, пока Он шел, Он был на поверхности. Когда Он перестал действовать и начал думать, Он пошел вниз. Понимаете? Часто бывает так. Бог сказал вам купить дом, и вы просто покупаете, даже не понимая, как вы за него платите. Вы просто продолжаете платить, и деньги просто приходят и приходят, а вы просто продолжаете действовать. Если вы попытаетесь разобраться в этом, вы потеряете радость о доме, который Бог дал вам. Или если Он сказал вам начать бизнес, вы говорите, «Ой, я не могу». Вы можете, если перестанете думать, сможете. Если Он сказал вам это сделать, просто не прекращайте действовать согласно тому, что Он вложил внутрь вас. Только когда Петр остановился и взглянул на обстоятельства, он перестал действовать. И когда он перестал действовать, он начал терпеть неудачу. Неуспешны те христиане, которые не действуют. Вы понимаете? Если провал в финансах, если брак терпит крах, если проблемы с детьми, значит, не достает каких-то действий. Аминь. И вот Петр снова залезает в лодку. Он мокрый насквозь, хотя вовсе не обязан был промокнуть. Иисус говорит ему, «Зачем ты усомнился, маловерный?» Заметьте, Он не растерял всю свою веру, ступив на воду. У Него уже изначально было мало веры. Он шел по воде со своей малой верой. Почему? Потому что Он действовал. Маленькая вера может ввести вас в чудеса. Маленькая вера может участвовать в чуде. Вот о чем Иисус говорит. «Ты шел по воде с малой верой». Зачем ты усомнился? Знаете, что Он назвал сомнением? Прекращение действий. Зачем ты перестал действовать? Сомневающиеся люди не действуют. Они не поступают по слову. Они не действуют по вере, которая в них. Иисус называет это сомнением. Но слава Господу. Бог не упрекает нас за нашу меру веры. Не занимайтесь самобичеванием по поводу своей меры веры. Действуйте согласно той мере, что у вас есть. Действуйте. Тратьте ее до последней капельки и приобретайте больше. Аминь. Хорошо знать свою меру веры, но не прекращайте действовать, занимаясь измерениями. Просто продолжайте действовать. Аминь. У одной женщины родился больной ребенок. Он не мог ходить. Когда ему было 4 года, она начала посещать церковь и услышала о вере, о том, что Иисус – Целитель. Она прежде никогда этого не слышала. Когда она впервые об этом услышала, она стала каждый день доставать ребенка из инвалидного кресла и играть с ним в течение часа, передвигая его по полу на животе и провозглашая над ним слово. Она делала это каждый день в течение года. И вот она в очередной раз подходит, чтобы вытащить его из кресла, а он из него выпрыгивает. Почему ушло так много времени? Видите ли, она была новичком в вере. У нее не было полной меры, чтобы принять ответ. Но она действовала, действовала. Она клала ребенка на пол и таскала его. Она не дожидалась полной веры, чтобы начать действовать. Она просто начала действовать. Просто начните действовать. И продолжайте действовать, 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 пока ваша вера не наполнится. И тогда ответ проявится. Не заботьтесь так сильно о проявлении. Заботьтесь о том, чтобы действовать. Она не стала ждать. Все это было для нее новым. Проповедь об исцелении и вере. И она закладывала этот фундамент внутри себя. У нее его еще не было. Но она все равно начала действовать. Какие действия вы можете предпринять? Что вы исповедуете? Как вы можете перейти от исповедания к действиям? Я понимаю, что исповедание – одна из форм действия. Но я вам скажу, по мере роста веры, действия должны становиться смелее. Вы должны быть больше, чем ходячим исповеданием. Я не принижаю исповедание, это важно. Но ваше исповедание должно направлять ваши действия. Аминь. Итак, та женщина действовала каждый день. Это образ жизни, а не что-то сиюминутное. Люди действуют один раз и говорят, не работает. Это потому, что вам не достает веры, чтобы продолжать действовать. Вера продолжает действовать, продолжает действовать. Та женщина вытаскивала ребенка из инвалидного кресла каждый день. Это действие как образ жизни. Образ жизни. Вспомните о женщине с кровотечением. Она не просто совершила одно действие. Только представьте, эта женщина истекала кровью 12 лет. Она не только теряла кровь, но и страдала от всяких экспериментальных методов, испытываемых на ней врачами. И это стоило ей всех денег. Вы понимаете, насколько она была слаба? Можно я назову вам один из ее актов веры? Она встала с кровати. Это акт. Еще один. Она оделась. Это акт. Вот о чем я говорю. Нам кажется, что это должен быть какой-то грандиозный героический поступок. Просто совершайте какое-то действие каждый день. Каждый день действуйте. Делайте что-то наперекор заявлением, что вам этого не получить. Она оделась. А потом она вышла из дома. Это был акт веры. Потому что человеку с кровотечением было запрещено выходить на люди. По иудейскому закону за это могли побить камнями. Так что это был большой акт. То, что для нас совершенно обычно, выйти из дома, для нее было вопросом жизни и смерти. Жизни и смерти. Но она продолжала действовать. А потом она пошла и нашла Иисуса. Она не просто сидела дома и ждала, чтобы кто-то пришел и послужил ей. Она хотела ответа достаточно сильно, чтобы потерпеть неудобства. Если вы совершаете лишь удобные вам действия, у вас никогда не будет великой веры. Если вы хотите делать только то, что удобно, у вас никогда не будет великой веры. Если вы жертвуете только так, чтобы не испытать никакого финансового давления, у вас никогда не будет великой веры. Нужно следовать за Святым Духом в неудобное, если вы хотите иметь великую веру. Ей пришлось претерпеть неудобства. Она не осталась сидеть дома, ведя себя как жертва. Будете жить с мышлением жертвы, повредите свою веру. Аминь. Вы не жертва. Иисус сделал нас господами. Мы поднимаемся и господствуем, сбрасывая с себя мышление жертвы. О, со мной не так обращаются, не так разговаривают. Иисус обращается с вами правильно. Он говорит с вами правильно. Поднимитесь. Аминь. Перестаньте ожидать правильного обращения от людей. Иисус уже обошелся с вами правильно. Может, статься, люди никогда не будут с вами правильно обращаться. И что вы будете делать? Будете всю жизнь жертвой? Зачем? Если вы можете вести себя как господин, которому Он вас сотворил. Она не лежала и не вела себя как жертва. Моим соседям и семье все равно до меня. Они не рассказывают Иисусу обо мне. Ничего подобного. Она поднялась, пошла и нашла Его. Она перестала ждать чьей-то поддержки. Она встала, пошла и нашла Его. И потом она пробилась к Нему. Она опустилась на карачки в грязь. Неизвестно, сколько раз на нее наступали, пинали, сколько ей говорили, убирайся с дороги. Ведь каждый сам за себя, знаете. А она просто продолжала действовать, действовать. И потом она прикоснулась. Но все то время, что она действовала, она говорила что-то. Она приучала себя верить, как сказал Папа Хеггин. Приучая себя, она говорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. Написано, что она не переставая это говорила. Она не переставала совершать это постоянное действие. Наконец она добралась до Иисуса и прикоснулась к Его одежде. И она получила. Она взяла эту силу. Она вытянула ее из Него. Так что он остановился посреди толпы и сказал, кто вытянул эту силу из меня. И тогда она совершила еще один акт веры. На глазах у Иаира, начальника синагоги, у которого была власть приказать побить ее камнями, она встала и сказала, это я. Я получила чудо. Она засвидетельствовала. Это был акт веры для нее. Совершая это действие, она рисковала жизнью. Видите, она постоянно действовала. Это не было просто одно действие. Если вы просто совершите один акт, вы уйдете домой ни с чем. Вера на всю жизнь сделает вас человеком действий. Те из вас, кто был знаком с моим мужем, знают, что его вера действовала постоянно. Нам приходилось бежать, чтобы поспеть за его верой. Люди должны бежать, чтобы угнаться за вашими действиями веры. Аллилуйя. Итак, когда вы верите в чудо, спросите себя, что я могу сделать. Бывает, просто нужно танцевать. Просто танцевать в вере. Иногда просто нужно смеяться в вере вместо того, чтобы плакать. Потому что вы так долго плакали. Бывает, просто нужно решить, хватит плакать, я начну смеяться. А пустошению и голоду посмеюсь. Иногда просто нужно встать и прославить Бога. И это акт веры. Действуйте. Великая вера приведет вас к великим действиям. Аминь. Праведный верою жив будет. Праведный будет жить, действуя. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Продолжение следует...